Дайте, 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 дайте. Дайте, 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 дайте. Денежные средства вам каким образом передали? Просто передавали. В количестве 10 штук. На общую сумму, соответственно, 50 тысяч рублей. В качестве чего они передавались? Значит, тут награждение. Руководителем Следственного управления Следственного комитета РФ по Саратовской области в отношении депутата районного собрания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 291 УК РФ, предусматривающей ответственность за дачу взятки должностному лицу. По данным следствия, депутат районного собрания одного из муниципальных районов Саратовской области был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. Свою коммерческую деятельность он осуществлял в сфере автомобильного грузового транспорта и услуг по грузоперевозкам. В сентябре 2020 года сотрудникам Государственного автодорожного надзора Саратовской области в отношении индивидуального предпринимателя было возбуждено дело о правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 12.21.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ, предусматривающей ответственность за нарушение правил движения тяжеловесного или крупногабаритного транспортного средства. 21 октября 2020 года в дневное время, находясь на участке местности на улице 1-я Садовая города Саратова, предприниматель передал инспектору Государственного автодорожного надзора Саратовской области, в чьем производстве находился административный материал и действующего в рамках оперативного мероприятия взятку в виде денег в сумме 50 тысяч рублей. Незаконное вознаграждение предназначалось за применение в отношении индивидуального предпринимателя положений Кодекса об административных правонарушениях, предусматривающих снижение размера штрафа. При передаче денежных средств мужчина был задержан оперативными сотрудниками УФСБ России по Саратовской области. Следователями СК с подозреваемым проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, произошедших из закрепления доказательств. Расследование уголовного дела продолжается. Старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации в Саратовской области Надежда Волошина. Продолжение следует...